Так, ребята, у нас пошла вторая часть мармезонского байета. Мы сейчас жарим блины, сырные. Как мы их готовили, это в первой части. Сейчас у нас идёт вторая часть. И я уже всё убрала, то, что нам мешало, после котлета из индюшки. И подготовила, убрала, приготовила всё. И сейчас мы жарим блины. Вот эта первая сковорода, она у меня жарится в 3-4 минуты. Так. Есть такая зубная кисточка. Благодаря которой я стала гораздо чаще жарить блины. Так. Как видите, жарю на 4 сковорода почти как балерина. Только не делаю, не становлю вапуанты. В общем, первая, конечно, первый этап, это хорошо разогреть сковороды. Вот видите, шипель я как раз нашу. Так. Поскольку у меня целая сковорода, ой, целая кастрюля, целая кастрюля я, наверное, буду, ну, такие средненькие, не очень тонкие делать. Так. У нас есть время, хоть мы и на 4 сковородах жарим, есть время ещё помыть посуду. Да. Что я и сделаю сейчас. Надо сказать, что одновременно жарить на 4 сковородах блины, причём сразу после того, как вы пожарили котлеты, а также фотографии, снимать на видео и мыть посуду, ты находишься в таком режиме очень большой, великой активности. И помогает мне выдерживать такие нагрузки, долго стоять на ногах, то, что мы ходим в походы. Мы регулярно ходим в походы, там разный километраж, 15, 20, 10 километров, в среднем 10 километров. И вот это даёт силы, энергию и хорошее настроение. Чтобы не подгорел, нормально. Так, продолжаем жарить блины. Жарить я даже заканчиваю, наверное. Нет, ещё 3. Сразу с 3 убираем. И сразу, даже с 4 убираем, сразу заливать 4 сковороды. Так. Сломались как-то, сожглись ручки. Вот такая горочка блинов. И я вас поздравляю с масленицей. Отжариваются наши блинчики. Ох, такие уж мягкие. Немножные. После отрагиваешься, не отрагиваешься. Хотя взбивала, видите, руками. Ещё немножко поджарится. Поехали, ещё воду повернём. Ещё тоже жарится. Видите, как долго. Вот даже удивительно. На полном огне. Интенсив огня применялся. Ну, как будто, видимо, не знаю, состав газа другой. Медленно жарится. Ну, по моим внутренним ощущениям, конечно. Теперь блины готов. Верём его. О-о-о-ой! Я уже решила все зажарить, потому что блины и в холодном виде вкусные. Так что, чтобы потом не начинать, вот так. Четыре с пола надо разогревать. Можно сразу все пожарить. Целую кассулю. И вот, смотрите, я ещё успеваю сидеть ждать. Какая немножко труда. Поэтому можно, видите, почему я сразу делаю не столько блюд. Пока одно там варится, ты с другой готовишь, делаешь. Можно даже себе переворачивать. Форточку я то открываю, то закрываю. Потому что здесь похолодало у нас. Вот, видите, морозец к марту ударил. Поэтому, и тут что-то дым откуда-то надо, не знаю, нашёл сразу. Вроде всё нормально. Вот, видите, немножко дым идёт из сковороды. Поэтому тоже форточка. У меня, к сожалению, не знаю, там что-то фильтр, по-моему, поменять надо. До путишки. Так, наверное, это всё. Всё-таки вот эту я пока оставлю. Не буду. И так, столько блинов и спечу. Много. Смотрите, вечер наступил, пока я готовила. И смотрим вдаль, отдыхаем. Максимально далеко, на веточке. Сказать, что блины я уже готовлю целый час, уже с приготовленным тестом. А вообще, получается, что я готовлю уже, ну, наверное, почти два часа. Так вот, в среднем уходит полтора-два часа на приготовление еды. Тем более, такой полномасштабный. Целая кастрюля блинов. Ребята, в кастрюле пусто. Я наливаю последний блин. Так, вот так я буду. Вот блин. Переворачиваем. Вот так вот, убираем. Переворачиваем. Вот мы вообще выключаем этот повороток. Для вас намажем вот этот блинчик, так как я обычно ем сметану. Не жалея целую ложку. Промазываем хорошо края, будет вкуснее. Так, поливаем. Ну, как вариант, с гущёнкой. Можно, например, чешить черничным джемом. И делаем... Так вот. О, вот как получилось. Слежная. Хой. Не выдавливается. Вот, я такой удивился. Так. Вот такой получился блин. И получил масленица ещё раз у вас. Вот видите, какая ступочка. Вот такая ступочка красивая блинчик. И вы сейчас находитесь на канале Лики Булочек. Плейлист «Легко и творчески готовим». Канал «Видеодневник художника». Подписывайтесь. Я буду к вам рада. Заходите ещё. Спасибо.